привет друзья если вы не знаете что приготовить на праздничный стол можете воспользоваться данным рецептом печень а точнее салат с печенью поэтому давайте готовить подписывайтесь на канал вам не трудно а мне приятно для начала мы пожарим нашу печень я не знаю сколько нужно масло но я делаю все на глаз печем жарим до ее готовности она обычно теряет свой цвет естественный и внутри печень не должно быть крови соответственно мы ее сейчас пережариваем перемешиваем и так пока у нас готовится печень жарится мы делаем овощной салат для начала натрем морковь смотрите я перемешивал печень постепенно приобретает свой почти готовый вид то есть вот эта кровь которую вы можете заметить она потихонечку уходит поэтому жарим ее дальше я использую куриную печень не говяжью и вы как хотите используйте можете любую другую говяжью свиную как хотите далее нарежем лук чем мельче тем быстрее он прожарится ну я думаю вы и без меня это знаете потому что в основном мой канал смотрит те наоборот которые дают мне советы что вам огромное спасибо так немного посолим самую малость перемешаем в печень почти готова теперь мы будем жарить лук масло готово пережарим лук для одной луковицы я налил масло ориентировочно 2-3 столовые ложки возможно чуть больше могу ошибаться на печень я вышла где-то 45 тоже могу ошибаться но я делаю все на глаз поэтому ничего страшного пока у нас жарится печень мы порезали наши овощи и сейчас обжарим и к тому моменту когда лук уже будет готов обжарен с морковью печень скорее всего уже будет тоже готова так перемешаем нашу печень да она уже практически готова нет следов крови печень приобрела вот такой вот немного сероватый вид поэтому скорее всего печень уже готова я иногда жарю печень прямо с луком но в этом рецепте почему-то лук отдельно с морковью не знаю почему но мне на самом деле это не важно я хочу как всегда добиться результата поэтому я нахожу интересные рецепты их делаю и собственно показываю вам и параллельно учусь поэтому если у вас есть какие-то комментарии как лучше сделать я конечно буду рад и буду прислушиваться за что вам отдельное спасибо и так прошло еще где-то полторы минутки я еще раз перемешиваю да я стараюсь сделать ролик как можно короче потому что некоторые жаловали что я долго все это делаю поэтому некоторые моменты мне приходится вырезать для того чтобы ролик был короче и не нудным собственно лук у нас уже готов он приобрел вот такой вот почти прозрачный вид значит он в мягкий и уже готов к употреблению добавляем морковь морковь я натирал на терке для моркови по-корейски хотя ее можно было принципе порезать кубиками и таким образом можно было тоже все это дело обжарить но я заметил что если морковь натереть на терке она быстрее жарится и еще про этот рецепт салат печенью говорят чтобы морковь полностью не прожарить то есть чтобы она была не совсем сырая и не совсем мягкая не знаю почему ну посмотрим сейчас я как говорится тестирую данный рецепт и посмотрим какой результат получится но по крайней мере ни один еще рецепт не был плохим то есть все рецепты достаточно интересные вкусные и получаются красивые в меру того конечно как я это могу украсить но вроде как получается пишите ваши комментарии ставьте лайки даже маленького смайлика в комментариях будет достаточно чтобы видно было что вам действительно понравилось так ну собственно как я понимаю морковка у нас уже готова и мы можем немножко добавить перчик у душистый перец четыре в одном ну в смысле четыре душистых перчика вот этого будет достаточно я думаю перемешаем запах обалденный запах шикарный ну вот собственно морковка у нас готова переходим к следующему этапу теперь пока у нас остывает морковка с луком а также печень и также печень я нарежу быстренько соленые огурчики они у меня очень не соленые потому что соль вредит организму чем меньше соли тем полезнее как говорится и принципе все должно быть в миру и так печень у нас остыла теперь мы можем ее нарезать я видел этот салат длинными дольками но я их порежу как огурцы постараюсь сделать их квадратными вот такими вот дольками я думаю будет актуально и вкус от этого не поменяется по крайней мере хуже не станет итак теперь у нас все готово вот у нас печень зеленый горошек соленый огурец и лука пережаренные с морковкой в общем начнем все это дело смешивать воедино так морковка с луком соленый огурчик и зеленый горошек и конечно же чего-то не хватает а не хватает именно майонеза домашнего майонеза ссылка будет в описании и перемешаем вот собственно салат и готов итак друзья вот и получился у нас готовый салат с печенью солеными огурцами морковка и лук конечно же с майонезом немножко поперчили самую малость посолили печень для того чтобы у нее был более выраженный вкус ну как это говорят профессионалы но я не профессионал я только учусь собственно вышло достаточно очень просто печень мы жарили где-то ориентировочно 5 8 минут может быть 10 пока у нас жарилась печень мы обжаривали нарезали и обжарили лук с морковкой соответственно порезали огурчик огурчики у меня видели какие свой свойские такие огурчики то есть они не полноценно они разрезаны так в таком виде они были засолены собственно давайте попробуем очень яркий очень ярко выражен вкус печени вот само собой и соленого огурца немножко самую малость чувствуется морковка но очень немного горошка я не чувствую к слову совсем может быть не в той стороны попробовал а ну так и вам немного но могу резюмировать салат обалденный путь получился он отличный и на праздничный стол он должен на праздничном столе он должен присутствовать подписывайтесь на канал вам не трудно а мне приятно ставьте лайки и пишите комментарии я вас жду спасибо приятного аппетита всего доброго счастливо